Несмотря на общемировую агонию седанов, Geely готовит красивую четырёхдверку под названием Preface, то есть пролог или предисловие. Впрочем, в плане техники это скорее очередная глава. Preface построен на платформе CMA, которую уже эксплуатируют Volvo XC40, Geely FY11, автомобили марки Link & Co. Preface получился чуть крупнее седана Volvo S60. Единственный силовой агрегат, двухлитровая турбочетвёрка и восьмидиапазонный автомат, привод только передний. Машина напичкана современной электроникой, а Питер Хорбери нарисовал нетривиальный дизайн. Особенно удался интерьер. Получилось стильно, технологично и, хочется верить, недорого. Пожалуй, у нас эта модель могла бы бросить вызов вечному лидерству Toyota Camry. Отличного транспорта к общественному. Москва навсегда попрощалась с троллейбусом. Власти столицы решили оставить один ностальгический маршрут длиною около километра, по которому будет кататься пара ретро-машин. На остальные линии уже вышли автобусы и электробусы. В советской Москве работало до 2000 троллейбусов. До позапрошлого года на линии выходили 1200 машин. Электробусов для их замены нужно в полтора-два раза больше. Ведь батарейные машины простаивают на зарядке и для водителей это время считается рабочим. Сейчас в парке Мосгортранса числится 450 электробусов. Зимой должно быть 600, а к 2024 году более 2500. То есть на замещение троллейбусных маршрутов уйдет 8 лет. И лишь затем электробусы пойдут на смену дизельным и газовым автобусам, которых в столице примерно 20 тысяч. Между тем, каждый электробус стоит 33 миллиона рублей. В 2-3 раза дороже современного троллейбуса или автобуса. Легко подсчитать, что закупки машин обойдутся Москве примерно в полтора миллиарда долларов. Кстати, зимой электробусы отапливаются дизельными печками евро-ноль. Поэтому идеология нулевых выбросов на практике весьма условна. Отдельный разговор – инфраструктура. Ведь зарядные станции не дешевы, а сами батареи придется утилизировать через 7 лет эксплуатации. Впрочем, формально город платит только за технику. Ведь контракт жизненного цикла уже включает 15-летнее сервисное обслуживание. В любом случае решение принято. Фанаты троллейбусов справили своеобразные поминки. А списанную технику по традиции раздарят регионам.